Ну и говоря о животных, москвичей испугал хищный африканский кот, сервал, которого женщина решила выгулить в одном из дворов города. Питомец, похожий на мини-гепарда, тянул хозяйку в разные стороны. В парках и скверах нередко замечают и других диких зверей с хозяевами, например, обезьян и даже игуан. Почему пошла такая мода и можно ли таких животных держать дома, разбиралась Мария Панкратова. Маршрут этой дикой кошки резко перестроен. Теперь хозяйка сервала играет по его правилам. Дикое животное рвется с поводка. Хозяйка не может устоять на ногах, так что непонятно, кто кого выгуливает. Видео быстро разлетелось по телеграм-каналам, общественность негодует. Класс! Ну, удачной им прогулки. Опасно как-то. Когда же пропадет эта мода на домашнее содержание диких животных? Сева, так зовут сервала, живет в этом ЖК восьмой год. Его хозяйка утверждает, опасаться нечего. Питомец вырос вместе с их двумя детьми. Многие его знают и даже приходят в гости. А тогда он просто чего-то испугался. Вот рванул. Знаю, что это семья, где есть дети, что когти у этого сервала сняты. Выгуливать его начали сравнительно недавно. На территории ЖК его все знают. Они не гуляют прям много, в шлейке специальной. То есть он не без присмотра. Владельцы его тоже очень приятные люди. У меня никаких нет вопросов к ним. Сама лично не видела, чтобы выгуливали дикое животное на территории. Но беспокоит, конечно, этот факт. Потому что школа рядом, у меня туда дети ходят. Их дети тоже у меня здесь гуляют. Другие владельцев сервалов подтверждают. Животные эти эмоциональные и боятся буквально всего. Из-за того, что испугаются какого-то шороха, могут дернуть и убежать. Либо на дерево высоко забраться. Выгуливаю на поводке. У меня длинный такой поводок, 15 метров. То есть чтобы он более-менее в свободном плавании, так сказать, гулял. А гулять хочется всем. Вот экзотика из Подольска. Змея приползла на шопинг. Трехметровая живет не сама по себе. У нее есть хозяин. Говорят биографию Рокки. Так зовут питона. Цирк – другой дом. А у него в Подмосковье обитает уже пятый год. Сколько она длинная? 2800. Угу. Ну давай, заходи ко мне на работу тогда. Что уж теперь? Змея к змея ползет. Что сервалы, что питона длиннее 4 метров, закон запрещает держать в домашних условиях. Точнее, так же, как и определенные виды ящериц. Принести домой крокодила, гепарда, пуму, рысь, тигра или, скажем, леопарда тоже запрещено. Их могут конфисковать. Если животное, так сказать, было заведено до вступления в силу этого закона, его по общему правилу не будут изымать. Но написано в законе, что владелец должен обеспечить соответствующие все условия для его содержания. Чтобы соблюсти условия, важно учитывать и манеру поведения дикого животного, и необходимые условия содержания. Ведь, как говорят ветеринары, жить хищнику у человека дома – занятие непривычное. И это большой стресс. Кстати, для окружающих тоже. Животное испытывает большое количество инстинктов в данном случае. Эти инстинкты, они оказываются вполне себе даже опасными для владельца. И в результате таких вот конфронтаций между владельцем и животным можно получить очень серьезные какие-то травмы, как минимум. Иногда это может даже жизни стоить. Однако и это горожан пугает. Тренд на экзотику набирает популярность. Во время прогулки на улице можно встретить пуму, игуану на поводке или домашних гусей. Настоящий зоопарк. Ангелина Жукова, Мария Панкратова, Ирина Васильева, Москва, 24.